Так выглядят однообразные, но сытые будни обитателей одного из передовых крымских сельхозпредприятий. Здесь насчитывается 6 тысяч голов рогатого скота. Благодаря крупным игрокам на рынке сельхозбизнеса, Крым уже который год традиционно в тройке Южного Федерального округа и в десятке в масштабах всей страны по среднесуточным надоям молока. В литрах это порядка 70 за 24 часа. Рецепт такой результативности не только в выносливой голландской породе, но и в рационе коров. Кормят их на зависть любому животному. На этих полях в Первомайском районе более тысячи гектаров засеяны кукурузой. Полтысячи планируется отвезти зерновым. В этом году намерены собрать до 15 тысяч тонн силоса. За эффективность предприятию «Щедрые монеты» отплачивает государство. На поддержку маточного поголовья из федеральной казны выделена субсидия почти 90 миллионов рублей. Они получили где-то в среднем уже где-то 120 миллионов планируется. А все предприятия, которые направлены молочного и мясного направления, все в таком ритме. Но они лидеры. Все деньги идут в дело. Отчитываются фермеры-передовики и траты на потребности рогатых расписаны до рубля. Эти средства главным образом, конечно, расходуются на приобретение кормов, ветпрепаратов, семени, ну и различных других материалов для содержания фермы. Такие огромные угодья, тем более в жару, требуют интенсивного полива. Именно для этого на ферме совсем недавно появился пруд-накопитель объемом 80 тысяч кубических метров. Теперь подорожение – 125 гектаров полей кукурузы. Эти 125 гектаров заменяют 500 гектаров на суходоле. Благодаря тому, что мы сможем прогнозировано дать полив, правильно дать норму высева и получить соответственный результат. На этом предприятии заготовили свыше полутора сотен тонн кормов. Сельскохозяйственные работы продолжаются. Всего аграрии в Крыму планируют сделать мощный запас на зимний период – 200 тысяч тонн кормов. Тарас Брезинский, Аким Бекиров, телеканал «Миллет», Первомайский район.